Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня 12 марта и я решила вот эти свои взрослые выросшие посевы, ранние посевы для получения раннего урожая, произвести вторую пикировку. Потому что я всегда делаю так, сначала их высаживаю в общий лоток, когда они уже приобретут вот такой, ну почти взрослый вид. Вот здесь у меня разные сорта, есть низкорослые, а есть более высокорослые. То вот эти крупноплодные высокорослые, которые я сажу для выращивания в теплице, я сейчас распикирую. Я обещала показать и рассказать про свою пикировку. Пикировать буду вот в такие магазинные мягкие четырехугольные стаканчики. Они есть маленькие, более маленького объема, вот такие. Есть большие, вот такой размер. Я начну с маленьких. Вот эти маленькие мягкие стаканы, я в них высажу сейчас томаты. И если не получится, так как я запланировала, в средине апреля их высадить, то я эти же самые томаты буду пересаживать еще раз в более крупную тару, вот в эту. Почему я не сажу сразу в большие стаканы, это там отдельная песня, это не только вопрос экономии места, но еще по рекомендациям специалистов, что нельзя сразу в большую тару, надо сначала в маленькую, потом в большую. Нужно подбирать к растению такую оптимальную тару, чтобы корневая система осваивала весь земляной ком. Но это нужно отдельную тему видео делать и объяснять подробно. Просто я сейчас покажу, почему еще именно вот эти стаканчики. Я пластмассовые пол-литровые, пол-килограммовые стаканчики тоже использую. Но вот для таких взрослых растений, их уже нет смысла высаживать в пол-литровые стаканчики, потому что для них будет маленький объем. Вот нашла оптимальный вариант. Большой мягкий стакан, вот такой, это слишком велик сейчас для нее. Пластмассовый пол-килограммовый, это маленький. Вот этот вот, тут объем входит 2 пластмассовых пол-килограммовых, около килограмма. Вот такой объем для вот такой рассады. Он самый идеальный. Посидят здесь. Здесь, если весна будет ранняя, высажу прям отсюда. Если весна будет поздняя, то пересажу потом еще раз в большой. Но весь процесс, я конечно не буду весь показывать, это очень долго. Я сейчас их выну, ком растреплю, посажу, полью, подпишу. Все как обычно, по такому же принципу, как первая пикировка. Вот, конечно, если бы я садила вот более поздние, вот сейчас, которые я буду сеять во второй половине марта, им хватает одной пикировки. Я один раз их распикирую, потом уже в открытый грунт. Но так как у нас сибирский регион, у нас очень долго все это длится, высаживать еще не скоро, посеяла я рано, поэтому я применяю принцип двух пикировок. Две пикировки еще помогают немного затормозить рост растения. У нее возраст будет уже порядочный, но она будет не переросшая. И это идеальный вариант, две пикировки для рассады, которая сеется рано, для получения раннего урожая. Я так делаю уже несколько лет. Потом в конце сезона, в конце весны, я вам покажу, в каком виде я буду ее высаживать в теплицу. До свидания! Это очень короткий видеоролик, просто чтобы показать, что сегодня я буду пикировать, и в какую тару, и какой размер сеянца был. Вот сеянцы, примерно с карандаш ростом. До свидания! С вами была Ольга Чернова.